Правила и процедуры проведения, как и на самом экзамене, на входе система контроля в аудиториях общественные наблюдатели. Рассадка строго в соответствии с назначенными местами. Но вместо школьников на экзамен спешат взрослые. С собой паспорт, ручка и знания по математике базового уровня. Только пройдя досмотр и инструктаж, можно приступать к самим заданиям. Это работа с металлоискателем, это регистрация на экзамен. Соответственно, во время экзамена будет произведена распечатка материала, заполнение регистрационных полей. Будет дано время попробовать свои силы в написании математики базового уровня. Будет проведено сканирование. Всероссийская акция «Сдаем вместе день сдачи ЕГЭ» родителями проводится уже шестой год по инициативе Федеральной службы по надзору в сфере образования. Пробное ЕГЭ – уникальная возможность для взрослых поменяться местами с ребенком, в полной мере прочувствовать всю ответственность экзаменационного периода. У меня сын заканчивает 11 класс. Захотелось окунуться в эту атмосферу. Понимаю, что придется его поддерживать во время непростых этих дней экзаменационных. Хочется попробовать самой, посмотреть, что здесь и как. У них недавно проходил пробник. Я посмотрела на задание. Думаю, что несложно. Математику просто я люблю. За соседние парты оказалась и мама двух сыновей 11-классников из Луганска Ольга Белая. Пройти тренировку, понять, что это не страшно и рассказать об этом своим детям для нее особенно важно. Сдавать экзамен по таким правилам для эвакуированных жителей из ЛНР и ДНР – в новинку. Ну, мне очень интересно вообще эта процедура, посмотреть, так как у нас в городе нет такого. И я решила поддержать своих детей, попробовать испытать, что это такое. В числе тех, кто проверил свои знания, оказалась и министр просвещения и воспитания Ульяновской области Наталья Семенова. Те, кто учился все эти годы, занимался, никакой сложности в решении задач совершенно не было. Я посмотрела, порешала задачи и по алкебре, и по геометрии. Вообще, любой экзамен, ни для кого не секрет, это всегда волнение. И это нормально, это правильно. Если человек не переживает, не волнуется, ну, значит, человек абсолютно безразличный. Узнать результаты тестирования участники акции могут, позвонив по телефону учебного заведения, в котором сдавался экзамен.